Всем привет! Меня зовут Константин, и я рассказываю про русский язык в онлайн-центре подготовки к ЕГЭ Репетиторской империи. Я окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, являюсь экспертом ЕГЭ, и уже шестой год успешно готовлю выпускников к сдаче экзаменов по русскому языку. Теория о типах речи, повествования, рассуждений и описаний кажется довольно простой и понятной. И само задание номер 23 на экзамене по русскому языку кажется довольно простым, пока дело не доходит до статистики. В 2019 году чуть больше чем 45% выпускников смогли справиться с этим заданием верно, и более половины это задание не выполнили. Нередко даже учителя испытывают трудности при выполнении этого задания. Давайте разберемся, почему же это задание оказывается таким коварным и трудным. Основные отличия типов речи друг от друга запомнить и понять, казалось бы, несложно. В повествовании описывается некая последовательность действий, движение из точки А в точку Б, в описании приводится какое-то изображение, статичная картина, а в рассуждении приводятся какие-то аргументы, мысли, следствия и суждения. Основная сложность при работе с типами речи на экзамене заключается в том, что очень редко мы найдем такое предложение, в котором тот или иной тип встречается в чистом виде. Подробно описывая лес, мы можем остановиться на зайце или каком-нибудь другом животном, который выполняет то или иное действие. Или же, рассказывая какую-то историю, мы можем добавлять элементы описания, останавливаясь на внешнем виде того или иного героя. Рассуждая, мы можем приводить пример действия или же описывать какие-то небольшие картины. Вторая сложность заключается в том, что нередко в различных справочниках, сборниках или просто в интернете мы можем найти, казалось бы, простое описание того, как же отличить один тип речи от другого. Нам предлагают обращать внимание на части речи. В повествовании будет много глаголов и действий, в описании будет много прилагательных или причастей, а в рассуждении будет много отвлеченной лексики и каких-то возвышенных слов. Сложность заключается в том, что это далеко не всегда так. Я рекомендую вам забыть этот принцип и отталкиваться только от смысла. Например, формула повествования равно глаголы в корне неверна. Ведь глаголы мы можем встретить в любом типе речи. Повествование – это именно движение из одной точки в другую. Нам рассказывается какая-то история. Что-то происходит, потом происходит что-то другое, потом что-то еще. Акцент делается на событиях, но не обязательно на глаголах. Например, ему было 35 лет, он работал поваром, по вечерам любил посидеть дома с чашкой кофе и рано ложился спать. Что это? Повествование или описание? Вроде бы много глаголов, много действий, но на самом деле это самое обычное описание. Ведь нам не рассказывается какая-то история про человека, который делал сначала одно, потом другое. Нам дается его портрет, его изображение. Какое он? Он 35-летний, он любит то-то и то-то, он работает тем-то и тем-то. Это всего лишь внешние характеристики. С другой стороны, в предложении «И вдруг взрыв, крушение, все убегают» практически нет глаголов. Однако это самое настоящее повествование. Описана цепочка событий. Первое, второе, третье. Таким образом, не давайте себя обмануть, не смотрите на части речи, смотрите на смысл. Также непросто бывает разобраться с рассуждением. Важно помнить, что в основе рассуждения лежат мысли, следствия, умозаключения и так далее. Разумеется, они могут включать в себя обращение к каким-то действиям, описанию событий, но в основе будет лежать именно последовательность мыслей. Например, я встал утром, выпил кофе и вдруг задумался о том, для чего же я просыпаюсь по утрам, для чего мы все живем на свете и так далее. Вроде бы есть конкретная последовательность действий. Я встал, попил кофе, начал думать. Но в основе этой истории лежит не эта последовательность действий, а мои рассуждения, мои мысли о том, что же такое жизнь, для чего мы просыпаемся по утрам и так далее. То есть у нас рассуждения с небольшими вставками повествования. Нередко нас будут просить найти не чистый тип, а один тип с элементами другого. Например, повествование с элементами рассуждения, рассуждение с элементами описания и так далее. Не пугайтесь. Элементы – это всегда то, чего чуть меньше, чем основного. Прочитайте предложение и подумайте, что же здесь самое главное. Последовательность действий, изображение внешнего вида или... Прочитайте предложение и постарайтесь понять, что же здесь самое главное. Изображение какой-то картины или какого-то персонажа, последовательность конкретных действий или рассуждения и философские мысли. Научиться отличать один тип от другого может быть непросто, но постоянная тренировка и начитанность обязательно вам помогут добиться цели. На этом на сегодня все. С вами был Константин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и помните, мы работаем на результат.